МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовало хронику археологических открытий этого года. Сейчас раскопки и наблюдения ведут активно возле Фрузинского моста. Ежедневно на участке работают около 40 специалистов из Москвы. Уже исследовано более 700 квадратных метров, рассказали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Археологам удалось найти монеты 17-го середины 20-го века. Нательные кресты, орудия труда, фрагменты керамики, стеклянные и фарфоровые посуды и многочисленные остеологические материалы. Завершить работу планируют в сентябре. В Самаре временно изменили схему движения автобуса номер 24. Маршрут, который следует от автостанции Аврора до Хлебной площади, временно скорректировали. Это связано с ремонтом водопровода на участке Молдогвардейской от Маяковского до Студенческого переулка. Автобус проследует в объезд по улицам Молдогвардейская, Маяковского, Галактионовская, Вилоновская, далее по маршруту в оба направления. Об этом рассказали в ООО «Самара Автогаз». Лучше Альметьевска, но хуже Казани. Самара попала в топ городов России. Известный блогер Илья Варламов обновил свой личный рейтинг российских городов. После перестановок Самара попала в список городов, где урбанизм был бы не против пожить. Однако Самара заняла только 14-ю позицию. Лучшими городами, по мнению блогера, являются Екатеринбург, Казань и Севастополь. А вот в список худших городов России, где блогер не хотел бы жить, попали Сургут, Тюмень, Адлер и Ижевск. Открыл список аутсайдеров Альметьевск. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу события на телеканале Самара ГИС. Всем доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok